Больше трёх с половиной тысяч спасённых жизней на счету молдавского интервенционного нейрорадиолога, единственного в стране, который получил международную аккредитацию. Знания и опыт в этой области 35-летний Андрей Филиогло приобрёл в Израиле. На счету молодого врача 45 публикаций в международных изданиях. Операционная стала для него, по сути, вторым домом. Неврологией Андрей Филиогло заинтересовался благодаря талантливому преподавателю. У нас был замечательный профессор неврологии, так и полюбил неврологию. Наиболее увлекательным было установление атопического диагноза – место повреждения проводящих путей головного мозга. Устроившись в столичный институт неврологии и нейрохирургии, в отделение неотложной нейрохирургии, куда поступают пациенты с инсультом, Андрей Филиогло заметил пробелы в области диагностики и лечения. К сожалению, по уровню лечения, с учётом нынешнего, мы слишком отставали. Тогда в нашем распоряжении была только одна возможность помочь предотвратить инвалидизацию пациента – системный тромболизис, то есть введение венозным путём медикамента в надежде, что он растворит тромб, заблокировавший сосуд. Честно говоря, не всегда этот медикамент был в наличии. В случае с многими людьми у нас не было решения. В результате они оставались инвалидами, и акцент делался на реабилитационном лечении. Тогда я решил найти способы развития сосудистой неврологии, чтобы можно было спасти множество жизней. По рекомендации коллеги, врач отправился в Израиль, чтобы получить образование в области сосудистой неврологии. Учёба была трудной. Моя стажировка в области нейроэндоваскулярной хирургии началась с фразы «Ты невролог, и хирургом никогда не станешь, потому что у неврологов нет соответствующего характера». Я всегда отвечал «Посмотрим». «Мне нужно было освежить свои знания, чтобы изучить нейроэндоваскулярную анатомию на уровне хирурга. Может быть, даже лучше. И это помогло мне и стало ключом к успеху». Со временем врач понял, что знаний, полученных в Кишинёвской больнице, ему недостаточно. «Если уровень медицинской подготовки, клинический уровень, связанный со знаниями в области неврологии, у меня был вполне хороший, и больших пробелов я не ощущал, то в сфере медицинской визуализации я чувствовал, что очень отстал. Были пробелы, которые мне пришлось ликвидировать в процессе самообразования. В них ведь нет дежурных специалистов по медицинской визуализации, и невролог должен интерпретировать всё это ангиографическое или магнитно-резонансное исследование в срочном порядке. И это было моей первой целью». «Три года упорной учёбы, бессонные ночи принесли свои плоды». В 2022 году Андрей Филиогло получил диплом интервенционного невролога и вернулся домой, отказав трём израильским клиникам, предлагавшим работу перспективному специалисту. «Я постоянно хотел вернуться, применить накопленные знания и все изученные в Израиле техники здесь, дома. Зал, где мы находимся, является свидетельством того, что применение этих знаний – задача не из лёгких, но это возможно». Врач намерен внести свой вклад в развитие методов лечения и малой инвазивной хирургии. «Увеличивая степень вмешательства, мы увеличиваем риск возникновения осложнений. Нужно развивать нейроэндоваскулярные отделения, приглашать специалистов из-за рубежа, чтобы они придали новый импульс развитию нашего отделения, внесли свой вклад в обучение медицинского персонала, наших коллег». С декабря 2022 года Андрей Филиогло – интервенционный невролог Института скорой медицинской помощи. Продолжение следует...